всем привет друзья с вами Денис из солнечного города Таллина 31 октября сегодня штормовой ветер северный дует с финского залива я нахожусь возле порта таллинского там вдали таллинский порт направляясь сейчас в сторону памятника погибшему броненосцу русалка броненосец русалка это военный корабль который затонул водах финского залива по пути из Таллина в Хельсинки очень много лет назад а именно 7 сентября 1893 года бурных водах во время шторма финском заливе направляясь памятнику друзья и зачитываю новости как всегда значит по каталонии сбежавший в бельгию карлос пусть демон а также члены его правительства бежали в бельгию после того как прокуратура испании возбудила уголовное дело в отношении их подала иск в суд значит на рассмотрение по двум делам какие это дела друзья ну во-первых они обвиняются в растрате средств первое в мятеже и в бунте вот такие дела друзья связи с этим руководство каталонии сейчас по данным испанского телевидения находится в бельгии и мы следим за событиями что будет происходить с ними далее такая друзья информация вот так выглядит эта скульптура погибшему кораблю броненосцу русалка она из себя олицетворяет ангела державшего в руке крест этот крест направлен в сторону моря в знак памяти погибшим 177 моря кам памятник установлен был 7 сентября на девятую годовщину гибели броненосца в 1902 году и вот здесь даже написаны имена погибших матросов с этого корабля друзья был страшный шторм корабль затонул 1902 году построили памятник и до сих пор он выглядит весьма и весьма красиво и является одной из достопримечательностей города таллина одной из самых главных достопримечательностей вот тут даже на фонарях на этих симпатичных фонарях изображены гербы российской империи герб российской империи вот такая трагедия произошла на море но память об этом увековечена в этом 16 метровом монументе что можно сказать друзья еще кто же скульптор а скульптор амандус адамсон амандус адамсон вот здесь на русском даже написано русалка день гибели 7 сентября 1893 года так друзья ну немного немного поговорим давайте о росте промышленного производства в эстонии а он составил именно 4 процента сентябре по сравнению с анагичным периодом прошлого года рост промышленного производства наблюдался в сфере продуктов питания металлообработки производстве строительных материалов гласит статистика еще по статистике можно пройтись о следующем значит выручка продаж магазинов торгующих промышленными товарами в эстонии также увеличилась на 8 процентов в то же время выручка магазинов торгующими продуктами питания упала на 1 процент в связи с инфляцией в связи с подорожанием в основном молочных продуктов а именно в первую очередь сливочного масла в связи с сильным подорожанием могу сказать что раньше предрекали рост цен на сливочное масло в районе до 10 евро за 200 граммовую пачку но как оказалось пока это опасение не оправдывается и масло торгуется на данный момент в районе чуть более 2 евро за 200 граммовую пачку друзья далее хочу сказать следующее продажи топлива также упали в эстонии связи с их связи с подорожанием этого самого топлива на 9 процентов упали в продажи топлива в годовом исчислении такая статистика друзья и такой сильный штормовой ветер сегодня такая прекрасная солнечная погода возле таллиннского залива с вами денис был до новых встреч всем пока а